Третий том своей книги «Крымская власть. От Багрова к Аксенову» презентовал сегодня политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Мероприятие прошло в библиотеке имени Франко. Работа на третьей части удлилась два года. Книга издана тиражом 600 экземпляров. В ней анализ 30-летнего периода перерождения крымской власти. Эту работу автор начал еще в 2014 году. Первый и второй тома посвящены началу и середине 90-х. Третий анализ и подведение исторических итогов. Александр Форманчук был свидетелем всех этих событий и напрямую работал с первыми лицами республики тех времен. У меня просто желание было рассказать о своем видении и сопричастности к тем процессам, которые мы все вместе пережили и переживаем. И поскольку так судьба моя сложилась, что я главных действующих лиц крымской истории позднего советского и нынешнего периода знаю лично и очень неплохо многих. С кем-то даже дружил, с кем-то и по-разному судьба нас связывала. Поэтому я посчитал своим долгом и обязанностью даже поделиться со всем этим на страницах своих книг. Первые два тома книги были удостоены Государственной премии Республики Крым в 2020 году в номинации «Крымский патриотизм. Вклад в миротворческую деятельность, развитие и процветание Крыма». Также эти книги переданы в библиотеки крымских вузов. Книги Александра Андреевича будут тем важным мостиком, который будет связывать поколение, который даст современной молодежи представление о том, какой была крымская власть за последние 30 лет, с ее успехами и неудачами, с надеждами на то, на что надеемся все мы, на благополучие и процветание. В скором времени появится и электронная версия издания. Поздравить и поддержать автора пришли ученые, журналисты, краеведы, друзья и родственники. Крымская политическая элита столкнулась с массой вызовов. И вот как она реагировала на эти вызовы, читать у Александра Андреевича, чрезвычайно интересно. Это были самые разнообразные реакции. И нельзя сказать, что со всеми вопросами крымская власть справилась за это 30-летие успешно. Но, тем не менее, основные, главные вопросы были поставлены и решены правильно. И вот Александр Андреевич, он показывает, как это происходило. Спасибо.